Вот часто задают вопросы, между прочим, не только в школе у меня, старшие классы. Но и так, когда с людьми беседую, что они... Один вопрос. Не как спасти душу? Как прийти ко Христу? А когда же конец света будет? Ну что за странные вопросы? Ну для каждого из нас смерть, вот тебе уже конец. А когда вообще общий, всеобщий конец будет перед страшным судом еще Христа, то Христос еще в Евангелии от Матфея, уже ученикам они интересовались тогда, говорил. Не время знать. И никто не знает об этом. Только один Отец Небесный. Он тогда, ну и предсказал, им говорил, что будут глады, моры, войны по местам, слухи о войнах, ну всевозможные стихийные бедствия. Он предсказывал, ну это начало болезни, это еще не конец. И когда будет проповедна Евангелие по всей Вселенной, и тогда конец. Так написано. Так вот, сейчас мы видим, когда люди задают такие вопросы, то они не задумываются, что об этом никто не знает. Но есть такая группировка людей, которые предсказывают, как бы, о конце света. Это многократно было во все века, что вот такого-то числа, такого-то года, вот непременно будет конец света, вы должны подготовиться, выйти во все в белых одеждах. Выходили группы такие и падали. Вот Христос берет их, и они прямо в пропасть заходили. И помню, такая группировка была. Все погибли, и одна девочка, только испугавшись, убежала от этой пропасти, осталась в живых. Вот такое вот еще повествует. Ну это есть. Но Христос предупредил, что не верьте никогда никому. Вот здесь Христос, вот там Христос будет. Будут Христов очень много таких. Иисусом Христом и сейчас многие объявляют себя. И многие люди идут за ним. Ну а Христос в Евангелии предупредил, не верьте. Ибо день Господень придет, как тать ночи, внезапно. И сначала во все небо яркий будет крест во все небо для всех народов по всей земле. И, говорит, тьма над всей землей, и солнце померкнет, луна не даст света своего, и земля вострепещет. Все. И явится Христос за этим крестом. Христос на облаке придет со всеми, с ангелами, с душами умерших. Но на землю он не спустится. Он только на облаках явится. Вот когда наступит конец. Но это весь мир об этом увидит. Вот сейчас я хочу немножечко как бы схематично показать. Вот детям я рисовала так. Показал. Вот начало жизни на земле. Творение. Когда было начало, когда сотворил человека, и все, видимое и невидимое. И вот отсюда отсчет идет от сотворения человека. Прошло пять с половиной тысяч лет, а Господь обещал еще в раю, что придет Спаситель. Пришел на землю Христос. Тридцать три года прожил. И распяли его. Через тридцать три года с половиной распяли. И вот сейчас уже 2013 год идет. Допустим, здесь точка. И на три с половиной года на землю придет Антихрист. Антихрист. Он воссядет в Иерусалиме, выдавая себя за Бога. И он будет три с половиной года на земле. И после трех с половиной лет сойдет Христос. Духом своих он убьет Антихриста, отправит вон. А все души умерших будут здесь. Вострепещет землю восстанут все из гробов мертвые. И души умерших войдут в тела воскресшие уже. И они на облаке взойдут на небо ко Христу. А оставшиеся в живых тоже изменятся. Потому что это тело и плоть не наследует Царство Небесное. Но будет новое тело, как бы такое воздушное. И оно на облаке поднимется тоже навстречу Христу. И в одно мгновение ока наступит страшный суд. И все мгновенно увидят себя в грехе. И будет плачь, стон. Но уже поздно будет. Покаяния не будет уже. Все. И произведет Господь суд. И вот в Евангелии написано так, что Христос задаст такие вопросы одним. Скажет, кто сделал на земле? Вот я был голоден, наг, в темнице, болен. И вы посетили меня. А они скажут, где мы тебя видели, чтобы послужить тебе? А Христос скажет, кто сделал одному, живущим здесь на земле, одному из малых, кто сделал мне? Войдите в Царство Небесное. А другим скажет, я был болен, вы не пришли ко мне. Наг, вы не одели меня голоди, не накормили в темницах, не посетили. Да где мы тебя видели, чтобы сделать это? Вот скажет, а вот кто не сделал одному из малых сих, нуждающимся, живущим на земле, тот не сделал мне. Отойдите от меня в огонь вечный. Вот видите, дети, как Христос вознесёт доброе дело каждого. На какую высоту? Меня посетили, меня одели, меня накормили. А Сатауст так говорит, чтобы Царство Небесное пасть, ты дай нуждающемуся, даже подашь стакан воды, и ты уже наследуешь Царство Небесное. То есть здесь Господь говорит, исполнить Его заповеди, быть милосердным, сострадательным, то есть у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Милосердным, сострадательным, добрым, и, живя на земле, делать добро. До Бога нашему слава в веки. Аминь.